Всем привет! Сегодня на канале мы покажем наш самодельный супер дровокол в работе. Он без малейшего усилия колет абсолютно любые чищурки, любого размера, любой породы, корявые, не корявые. В общем, приятного просмотра! Наконец-то мы выбрали время заняться дровоколом. У нас есть видео на ютубе, где мы испытываем дровокол, подсоединенный к мотоблоку. Там были выявлены некоторые недостатки. Сейчас мы эти недостатки устранили и будем пробовать по-новому его работу. Во-первых, была поменена морковка. Стояла морковка меньшим диаметром и с меньшей рабочей поверхностью, с однозаходной резьбой. Сейчас поставили морковку большего диаметра, увеличенная рабочая площадь. И двухзакодная резьба, я думаю, она покажет себя с лучшей стороны. Затем был переделан нож под морковкой. Стоит вот совсем другой нож. Максимально приблизили его к рабочему органу. Затем усилили стол. По всему периметру приварили полосу. На ножках для удобства установки на неровной поверхности были сделаны вот такие регулировочные винты. Это болты на 20. Приварены к ножкам гайки. И в них вкручен болт. Закручиваем, откручиваем и регулируем высоту стола. Также были приварены куски труб. Это для... Потом, когда мы будем подсадить к мотоблоку, оно станет понятно, для чего эти куски труб. Это для крепления к мотоблоку самому. Покажем еще и цвет. Вот такой нож под морковкой. Раньше стоял, сразу кленом. И нам не понравилось. Сильно трудно было, натягивалась чурка на этот клин. Сейчас мы сделали его в виде ножа. А потом дальше, когда уже чурка будет максимально натянута, тогда уже такие вот полосы приварили. Если будет большая чурка, чтобы ее рвало там в конце. Продолжение следует... Чтобы на 100% испытать свой дровокол, решили расколоть вот такой вот чурбан. Сейчас замерим размеры его. Так... 63... И так... 42... Хочу сразу сказать, что нашей целью было сделать такой дровокол, что прорвало корявые чурки, сучковатые, с фруктовых деревьев в основном, твердую породу какую-то, большие чурки. Скорость нам не нужна, а вот эффективность это да. Вот посмотрите, какие чурки мы разорвали, корявые, сучковатые. Мне почему-то не верится, чтобы на электродвигателе морковка разорвала такой чурбан, корявый, волокнистый. Это вообще, я не знаю, что это за порода дерева такая, но топор ее не взял. Пробовали рубать, ничего не взяло, а морковка разорвала. Смотрите, все сучковатое, корявое. Тут фруктовые деревья, груша, слива, там яблоня, все подряд абрикоса. Ну и какое-то дерево дико растущее привезли. Я не знаю, что это за дерево, непонятно, что это за волокнистое и сучковатое. Она вообще не колется на мелкие дрова. Дрова только, вот смотрите, что это такое. Разве можно его разрубать топором? Я думаю, такой дровакол, который колет березу, сосну, ровную, без сучков, он даже и не нужен во дворе. Такую дровесину можно и топором легко порубать. А вот такое, такое это да, топором мучение. Нужно вот еще что сказать. Стол к основанию мотоблока должен жестко быть закреплен. Ну и, несмотря на это, должно все разбираться легко и быстро. Вот мы придумали такое крепление. На станине, на которой расположен двигатель от мотоблока. Вот она, ножки такие. Вот и вот. На задней части станины и на передней части приварены кусочки полтора дюймовой трубки. Такие же кусочки приварены к столу дровакола. Вот. И через все эти трубки продет вал. Это обеспечивает надежность крепления стола к мотоблоку. Если этого не сделать, есть опасность того, что чурка вдруг заклинить, что-то пойдет не так. И стол будет вращаться вместе с морковкой вокруг своей оси. Как устроена станина, на которой расположен мотоблок. И как подсоединяется стол, собирается вся эта конструкция. Будет ссылочка в описании. У нас был старый ролик. Там мы подробно рассказали. Один человек все это делает свободно, без всяких усилий. И в течение 5 минут это все собирается. Мотоблок имеет 4 скорости вперед и 2 назад. Стол, морковка подсоединяется вместо колеса через редуктор. Усилие огромное. 6 лошадиных сил. Вполне хватает разорвать любую чурку на любой передаче. Мы на второй повышенной разорвали чурку диаметром 60 см. В целях мер предосторожности повернули руль в сторону стола. Он регулируется и по высоте, и вращается в разные стороны вокруг мотоблока руль. Мы повернули его над столом, чтобы было удобно в случае непредвиденных каких-то обстоятельств остановить вот так мотоблок. Вот он фиксируется вот так вот в рабочем положении. Потом раз и останавливается. Или выжать сцепление тоже остановится механизм. Так. Что еще? Мотоблок 6 лошадиных сил. Или я уже это говорил. Дизель. Через коробку передач, через редуктор и тока выходит на морковку. Здесь огромное усилие. Остановить ее практически невозможно, морковку. Как мы не пытались, остановить ее нельзя. Она разорвет любую чурку. Это не двигатель со стиральной машины. Как показывают, рвут чурки морковкой, которая приводится в движение от двигателя со стиральной машины. Но это что-то вообще нереально. Или чурка такая, что можно ее поколоть кухонным топорчиком, может быть. Тогда разорвет морковка такую чурку. Я согласен. А вот такое вот, это нереально. Ну вот, на сегодня все. До новых встреч. Может быть, когда-то будет еще видео, когда мы будем колоть дрова целый день. Сегодня был день испытательный. Просто подгонка. Такая настройка. А там кубать 4 где-то у нас есть таких вот чурок с фруктовых деревьев. Вот когда-то выделим день, чтобы хорошая погода была. И все это будем рвать. Сегодня погода плохая. Пришлось работать в гараже. Ну все, пока. Пока.